Феникс – одна из самых известных французских групп, стоящих у истока движения French Touch, на стыке электроники и поп-рока. Это также один из немногих музыкальных коллективов континентальной Европы, которым удалось добиться славы за океаном. Через пять лет после диска «Тиама» у «Версальской четвёрки» выходит седьмой альбом, который записывался в Лувре во время пандемии. Журналист Евроньюз Фредерик Пансар встретился с двумя участниками легендарной группы на фестивале в Лионе. Мы уже были здесь концертом два раза, и когда нам предложили выступить вновь, мы тут же согласились. А ты что скажешь? Это просто волшебное место, одно из самых любимых в мире. Наша музыка связана с европейской историей, а здесь – Галоримский амфитеатр. Нас переполняют эмоции. Тома Марс, Дек Дарси, Лоран Бранковиц и Кристиан Мазале со школьной поры любят классическую музыку. И даже говорят, что Моцарт и Лист у них в крови. В композициях группы есть много отсылок на высокую европейскую культуру. Мы дети европейцев, наши родители – итальянцы, немцы. То же самое с нашим солистом Тома. Нас можно в действительности назвать продуктами плавильного котла, который представляет собой наш континент. Мы решили распахнуть объятия Европе, следуя примеру немецкой группы Крафтверк. Им впервые пришло в голову не грезить Америкой, не воссоздавать в своих композициях американскую мечту, а говорить о мечте европейской. Поэтому мы решили петь на английском, развивая совершенно европейские темы. На сцене Лионского амфитеатра на холме Фурвьер Феникс исполнил танцевальный сингл «Альфа Зулу». На его создание группу вдохновил полет над горами Белиза, когда их небольшой самолет под названием «Зулу» попал в зону турбулентности. Работа в студии – это интеллектуальный труд, а на сцене можно расслабиться. Это две разные вселенные, которые обмениваются флюидами и подпитывают друг друга. Когда музыкант выходит к живой публике, начинается магия. Мы верим всем сердцем тому, что происходит на сцене. Мы плачем над театральным представлением, хоть и знаем, что никто не умер на самом деле. И когда появляется музыкант, он внезапно превращается в божество. После концерта на античных развалинах Лиона группа выступила в Барселоне. Фанаты с нетерпением ждут выхода нового альбома и осенних гастролей по Европе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!